Второй по значимости после Пасхи и христианский праздник Рождества встретили православные верующие. Ночные богослужения прошли в храмах по всему региону. Главное всеночное бдение впервые состоялось в одном из самых молодых соборов областного центра – Софийском. Подробности в сюжете Марии Акимовой. Предваряет празднование Рождества 40-дневный пост 6 января – сочельник, когда верующие готовятся ко второму по значимости православному торжеству после Пасхи. В ночь на седьмое во всех храмах региона проходит богослужение. Согласно церковным правилам, нельзя принимать пищу до появления на небе первой звезды в память о Вифлеемской. Она указала волхвам путь к дому, где родился младенец Иисус. Аллилуйя, 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 слава тебе Божия. В этот раз главное всеночное бдение состоялось в одном из самых молодых соборов Самары – Софийском, что расположен на набережной рядом с ладьей. Для храма это первая рождественская служба. Он открыл двери лишь в сентябре 18-го. Верующие с восхищением разглядывают внутреннее убранство нового собора. Впрочем, пока стены и алтарь не расписано до конца. Свою руку к созданию изображений изящных орнаментов приложила Маргарита Тютюник. Художница уверяет, в свете рождественских свечей они выглядят особенно красиво. Да, бесспорно. Работа – это трудоемкая, работа сложная, это на высоте. Но я очень рада, что смогла прикоснуться к такому чуду, созданию нового храма. Это все-таки знаменательное событие для каждого города. Молитва собрала сотни верующих. Многие посетили храм вместе со своими близкими и родными. Для нас это, в первую очередь, светлый семейный праздник. Очень с давними традициями семейными. У нас собирается за большим столом семья большая. Уже несколько поколений. Очень давно все к нам присоединяются. Дети маленькие ждут этого светлого праздника. Конечно, очень радует, что у нас открылся новый Софийский собор, который тоже великолепен просто со всех ракурсов. Мы здесь первый раз и, скорее всего, это будет нашей традицией семейной – ездить сюда на все такие большие праздники. Будем стараться, как говорится, посещать. Принял участие в рождественской службе и глава региона Дмитрий Азаров. Дмитрий Азаров возглавил всеночное бдение и праздничную литургию митрополит Самарский Тольятинский Сергий. Иисус Христово Рождество, си цебе, обрученный по бывшей Матери, Говори, Иосиф Виви, прежде даже не снитесь, а ему обретись, а ему еще во чреве, от Духа Святого. Дарья Фельбыш, Мария Акимова, Владимир Терентьев, Новости губернии.